Закончили? Потому что наша страна особая, и вы этого не поймете, пока не ощутите себя, ну как бы это сказать, частицей народных масс истории. Да-да, страна эта существует ценой невиданных жертв. И, конечно, каждый бросающий такую страну придает ее память. И в глазах тех, кто проливал кровь за эту страну, тех, чьи родные сложили за нее головы, тех, кто сейчас потелится, отрудится, преодолевая ошибки, нелепости, недостатки, в глазах их всех этот человек беглец, дезертир. А не слишком ли сурово такое определение? Для меня нет. Я служил в пехоте, побывал в таких мясорубках. Я так никогда не думала. Но скажите, если страна надежды минувших поколений, как вы выразились, с точки зрения этого человека имеет такие недостатки, с которыми он не может примириться, что ему делать? Если он любит свою страну, пусть делает ее лучше, пусть трудится, борется, пусть страдает, наконец, но не бежит. Салтыков щедрил, естественно, без налоги. Уж как ненавидел царские порядки. И вот что писал. «Был я в благорастворенных заграничных местах, и не упомню минуты, в которые сердце мое не рвалось бы в Россию. Хорошо там, а у нас, положим, и не так хорошо. Но представьте себе, все-таки выходит, что у нас лучше. Лучше, потому что больней. Это совсем особенная логика. Но это логика любви.